Мы высаживаем по одному растению в каждой лунке. Если вопрос касается менее арбуда, такой, к примеру, как экстази, 1,5-2,5 килограмма, это бессемянник наш, то в Израиле практикуется технология, чтобы уменьшить рабочую нагрузку, сэкономить немножко денег на этом, высаживают по два растения в одну лунку. Но это делается даже не просто два растения выращиваются отдельно, а прямо в одной ячейке кассеты сразу две семочки кидаются, и два растения так вырастают. То, что касается, мы уже немножко затронули, какую цвет мульчи использовать, то мы уже заранее сказали, что правильно, что в начале сезона мы используем прозрачную пленку. Почему? Потому что у нас ощущается немножко нехватка тепла, и прозрачная пленка, она дает возможность прогреть почву. Дальше в сезоне у нас тепла больше, чем достаточно, почва и так сама по себе перегревается. То есть дальше нам уже надо, наоборот, минимизировать эффект этой солнечной радиации. Тут два способа. Либо использование просто черной пленки, которая, во-первых, предотвращает рост сорняков, и плюс черная пленка не дает нагреваться почве. То есть она сама по себе горячая, действительно, но почва под ней, вы можете даже руку под пленку засунуть, и она не нагревается почвой. Есть еще один третий способ, это комбинированное, когда снизу пленка идет черная, а сверху желтая. То есть что это нам дает? Вот черная пленка, то, что я уже перечислил, а сверху желтая, она помогает нам справиться с такими вредителями, как белокрылка, либо тасовая тлянка. В любом случае, дамальш, это мастер в водоросленке или мелоне. Это мастер. Без этого, вы получите маленькие продукты, вы получите меньше качества и меньше веса. В любом случае, какую бы вы пленку не выбрали, главное остается то, что она должна быть. Потому что при использовании мульчи мы получаем более однородные плоды и урожайность повышается. Я пытаюсь показать вам, как это происходит, даже в 20 см, как вы видите. Это гряды, да? Ну, немножко видно, так, где видите, что, по-моему, гряды идут пленки, да? Да, это гряды укрытили пленки, да? Но подойдем, да? Что он хочет показать, что, действительно, гряды 20-25 см высотой. Между грядами у них, мы дальше об этом скажем, но у них метр восемьдесят, и они однорядку делают. Какая длинность, которую мы используем? Какая длинность, которую мы используем? Мы сейчас поговорим о густоте высадки растений, ну, это будет международный опыт. Главное, что вы из этого можете подчеркнуть, это какая рекомендуемая густота, и дальше уже либо применить этот международный опыт у себя на полях, либо просто подстроиться под эту рекомендуемую густоту. Значит, если коротко, то высадка идет на гряды, расстояние между которыми составляет 2 метра. Если это крупноплодные арбузы, то садится однорядка с шагом в 1 метр. То есть, в конечном итоге мы получаем густоту 5000 растений на 1 гектар. Это крупноплодные арбузы, те, которые мы привыкли выращивать. Аблазка, ваза, ваза. 2 метра они считают от капли до капли? Да, между капли. От капли до капли. Да, да, да. Конечно, это добавляет 5000 растений на 1 гектар. Это добавляет полинетру. 80% это садится, и 20% это полинетру. Те же самые 5000 для крупноплодных бессемянников. 7-9 кг. 5000 это имеется в виду уже вместе. Бессемянный арбуз и диплоидный. То есть, мы просто должны исходить из того, что мы садим 25% диплоидного арбуза для опыления и 75% бессемянного. То есть, это приблизительно 3750 бессемянника и 1250 четвертая часть диплоидного. В сумме 5000. В сумме 5000. В сумме 5000. И 50% это полинетру. Очень важный момент в случае выращивания бессемянного арбуза, чтобы мы садили на одной гряде как бессемянник, так и опылитель. Как это происходит? То есть, 3-4 растения бессемянника, 5-ый опылитель. И так идем постоянно шагом. Почему это надо делать? Потому что на бессемяннике обязательным условием есть применение пчел для опыления. По физиологии пчелы, они летают всегда вдоль гряды. То есть, они не будут прыгать с одной гряды, где, как мы обычно садили, там гряда-опылитель, потом три гряды бессемянника. Они не будут прыгать с одной гряды на вторую. Они возьмут одну гряду и пойдут по ней. То есть, это уже было подмечено на практике, поэтому является обязательным условием. Многие кроевцы пытаются поставить пчел на самую линию, но они падают, потому что пчелы не отрываются из одного ряда на другой. Они продолжают в同ом ряду. В практике прошлого как раз это было, когда мы высаживали отдельно ряд опылителя, и тогда нас почему-то удивлялись, почему же мы использовали пчел, а опыление было все равно недостаточно. Мини-сиделес, это同じ, но длина 4 раза больше. Это означает, что каждый 25 сантиметров вместо 1 метр. Для мини-бессемянного арбуза принцип тот же самый. Единственное, что мы увеличиваем густоту. Мы высаживаем арбуз шагом не в 1 метр, а шагом в 25 сантиметров. Таким образом, такой арбуз, как, допустим, экстази, мини-1,5-2,5 килограмма, густота его составляет около 20 тысяч на гектар. Имеется в виду 20 тысяч – это уже бессемянник и опылитель. Но, вместо того, чтобы иметь 2, 1 плант, где каждый 25 сантиметров, то, что мы делаем, это только 2 планты в один дом, каждый 0,5-метр, и вы получаете самую длину. Но, опять же, то, что мы упоминали в начале, чтобы уменьшить трудовую нагрузку, мы делаем, допустим, не каждый 25 сантиметров, то есть это в 2 раза больше работы. Мы садим шагом в полметра, но в каждую лунку садится 2 растения. Очень важный момент, чтобы бессемянный арбуз и опылитель были на одном уровне по вегетации. Потому что, если семяной арбуз цветет раньше, либо позже без семянника, у нас просто не будет пыльцы для опыления без семянника. То есть они должны цвести в одно время. Это очень важный момент. А что такое мини-пул? Мини-пул, это, по-моему, опылитель. Это и есть опылитель, да? Мини-пул, это полюнета. Он сказал, что 20 гектар до 5 сантиметров в саде. Смотрите, густота. А под 2 садим? Сейчас я объясню. Смотрите, два вопроса, что такое мини-пул. Мини-пул это наш гибрид, который используется для опыления. Ну, в чем его особенность? Это обычный диплоидный арбуз, но он характеризуется тем, что у него очень много цвета. Он дает очень много пыльцы. Это как раз то, чем должен обладать опылитель. И второй вопрос по густоте. Я еще раз уточню. Густота для мини-бессемянного арбуза 20 тысяч растений на гектар. Садить их на 25 и на 50, это уже полностью к вам. Единственное, что если мы садим на 25 сантиметров одно растение в лунку, если на 50, два растения в лунку. Мы подстраиваемся под густоту. А дальше мы можем делать гряды как 3 метра, как мы делаем, так и 2 метра. Главное, чтобы мы получили в конечном итоге густоту правильно. 20 тысяч это вместе с опылителем? Да. То есть у нас получается 14-15 тысяч бессемянника и 5 тысяч опылителя. А еще вопрос. Они двух ряд используют или нет? Джордж, вы используете дабл ров? Нет, только один ров. Почему? Нет, только один ров. В Израиле нет. Потому что трудоемкость меньше. Почему использовать дабл ров? На одной ровке я отдыхаю, а на двух ряд я как в Корею. Потому что в дистанции это слишком большой. В дистанции между плантами это 1 метр. И в дистанции между милиселинами это 0,5 метра. Ну, у них как бы чем это объясняется? Один ряд, одна ряда, один ряд, одна лента. То есть высаживается растение непосредственно вдоль самой ленты. Площадь питания она как бы более равномерно распределяется. То есть они как-то пришли к этому и уже... плеть они при этом не раскладывают? Нет. Вот этот момент, я думаю, мы его затронем дальше. Это очень важно. Вообще никто ничего не раскладывает. Вообще не раскладывает. Вот так вот один ряд посадили. Вот это, кстати, очень... получается, зимой. Попробуй найдите людей в этот момент. Вот в этом и преимущество нарядки. Может Джордж скажет об этом позже, но я уже отвечу на вас вопрос. Гряды располагают перпендикулярно к ветру. Не вдоль, а перпендикулярно. Поэтому ветер всегда закидывает их в одну сторону. Вот если мы садим в двухрядку, то мы, ну, я не знаю, мы, наверное, даже не подстраиваемся под ветер. Потом ручную расставим. А они всегда под ветер подстраиваются. Ветер дует перпендикулярно гряде и все, и все перекидает. Я просто скажу что-то, как вы играете перпендикулярно к ветру. Потому что вопрос был влажен. Я показываю здесь, это полинетон. и это садовая, 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 садовая. И пятый, это полинетон. И они продолжают садовую. Это означает, что вы готовы, первое, вы трансплантируете садовую, садовую, и остальное на пятый и полинетон. Вот таким образом оно выглядит и расположение нагляд. в принципе, практически тот же слайд, расположение тоже самое, только расстояние между лунками у нас уже не метр, а полметра, так как это мини-бесемянник. И в каждом, каждый крестик это подразумевает в лунку, в которой два растения. в каждой ячейке кассеты уже посеяны по две семечки. То есть уже изначально тут два растения. Только для того, чтобы уменьшить затраты. Окей, я показываю в конце сезона вот тут как раз поле с арбузом посреди сезона вы видите, что вот белые гряды и вся ботва закинута на одну сторону. То есть подразумевается, что ветер дует с этой стороны и она сама закинута. Вручную, плети никто не трогает вообще. А если они в разные стороны, то же это нормально? Ну, в принципе, у нас такого не бывает. Ну, мы двух ряд посадим. А я уговорю садить одно ряд. Ну, вот если посадите и подгадайте под ветер. В разные стороны оно. Ничего страшного. У нас нет ветра в одну сторону. Он должен у нас в воду. Значит, потом прошлешь работчик и они пораскладывают куда оно легло. Это проще, чем раскладывать и будет. Ну, это же никогда мы все поле расправляем. В конце презентации, если кому-то станет интересно посмотреть на мониторе эти слайды, то, пожалуйста. Ну, кто захочет оставить электронку, я вам просто скину уже... А мы там оставили. Да? Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.